Ну, смотрите, вот у вас есть Земля, да? Вот у вас есть космический аппарат, который обращается на круглую орбит. Орбит круглая, если что. То, что она немножко сдвинутая, так задумывалась. Так задумывалась. На аппарат действует только гравитация. Да, то есть на каждую точку этого аппарата действует сила минус мю, верный рф кубе. Ну, не сила, ускорение. Сила еще на массу умножается. Мю это есть грационный параметр на массу Земли. Просто обычно именно им оперируют. Потому что как правило мы знаем грационные параметры очень хорошие. Задача следующая. Найти все возможные прецессии. Регулярные. Тело оси симметрично. Как это соотносится с MATLAB? Нужно будет их еще запробовать, посмотреть, что неправда есть. Какие притры можно запробовать, посмотреть, что неправда есть? Ну, это же на четвертый балл. Нет, я тебя не прикрую. Я решила задача. Ну, отлично. Только право не я, не я. В смысле? Система писала, там вроде как смешается. А для какой системы вы это сделали? Для третьей задачи. А что у вас было в третьей задачи, вы думаете, я помню? Ну, это мужчина какой-то. А, да, я вспомнил. А что, она же интегрируется даже. Да, так оно там деференциальное уравнение было в втором порядке. Ну, и что, вы не умеете решать уравнение вида x2 точки равняется их? А, то есть, вот такое уравнение вы решать уже не умеете, да? Да. Нет, я умею такое решать. Ну, просто, ну и что, ну коэффициентики, ну ладно. Я почти уверен, что мы уравнение в задляющиеся переменными. Я вот в этом почти уверен. Нет. Ну, может, и кто? Нет, я уверен, что он воздляющийся переменными. Ну, посмотрим, конечно. Но там почти, наверное, разделяющаяся переменная. Либо если там это воздляет, то есть переменная. Мне кажется. Я не понимаю, что ты дефорный. Ну, там дефорная листочка получается, и все. Откуда? Откуда? А оно будет влиять? А оно разве влиять будет? Ну, короче, посмотрим. Я без листика с бумажкой не умею. Вот. Короче, аппарат на круговой орбите, на него действует гравитация. Поэтому вам сперва нужно посчитать момент, который действует на аппарат. На что спорим? А аппарат, ну, что такое здоровое, что ли? Нет, обычно Кубсат. Ну, в смысле, Тензор Нарси 2-3. Сила потенциальная, момент есть, вы не поверите. Нет, нельзя. Если мы его подзабиваем, то мы получаем случай, что любая прецессия является регулярной. Но так не работает, к сожалению. К сожалению, там есть только три вида прецессий. Ну-ка, давайте начнете с того, что вы найдете положение равновесия вот в такой вот системе коренат. Положение равновесия? Да. Ну, значит, до 4-го балла. В смысле, положение равновесия, это шкалява. Но у вас угловая скорость относительно равняется нулю, и матрица перехода совпадает с единичной. Да, и такое решение должно быть тождественным. Ну, е3 по радиусу, по этому, господи, давайте вот так. Е1 по радиус-фектору. R на R. Е3 по нормальной к орбите. И е2 до правой тропеды определяет. Ну вот, центр находится в точке О, ну, то есть в центре масс-аппарата. Вот, оказывается, что при движении спутника на округлой орбите по действиям гравитационного момента там есть положение равновесия. Найти положение равновесия для аппарата, ну, общего вида, АБЦ. Ну, то есть описать, какие там, в принципе, есть положение равновесия. Ну, и заодно помоделировать, посмотреть, какие из них устойчивы. Устойчивость моделировалась тем, что вы немножко меняете начальные данные, чтобы они были неоплаженными равновесиями. Смотрите, как меняется ваша ориентация. Если она меняется сильно, ну, там, в углах или, например, еще как-то, то, скорее всего, движение неустойчиво. Если она меняется очень слабо, ну, на достаточно длительных межутках времени, значит, у вас положение равновесия скресиво устойчиво. Вот, ну, потом мы с вами судим критерии устойчивости, вообще, что это такое. Так. А вауэс вот это вот для? Для вот этой системы коренат. То есть у вас есть инновциальная система коренат, у вас есть вот эта вот, ну, орбитальная система коренат, я буду называть G, и у вас есть связанная система коренат. Вот переход отсюда-сюда, вот это, это... Так, давайте вот так. Это и это базис. И у вас есть связанная система. SSK, орбитальный и иноциалка. Ну, вот. Вам нужно посмотреть на омега относительно вот между двумя этими системами координат и соответствующую матрицу перехода, ну или куторнион, который, опять-таки, описывает переход из орбитальной связанной системы. Вот оказывается, что там есть решение Q тождественно равное константе. И омега относительно равное нулю. Вот, можете попытаться начать делать ручками, то есть, первое, вам нужно получить аналитические выражения, прежде чем пробовать. Но аналитические выражения в процессе можете обсуждать. Возможно, я вас буду куда-нибудь пинать в нужную сторону. Почему это орбитальные системы, они где-то, что-то, что-то снисает? Это базис на вектора этой системы. Вот они определяются вот таким вот образом. Что сейчас? Ну, смотрите. У спутника, который вращается на круговой орбите, у него есть такие специальные режимы движения, когда он без использования внешних сил и моментов, вот просто его поставили вот так вот, и он вот так вот вращается и всегда смотрит на Землю одним концом. Это так называемое положение равновесия в поле операционных сил. Именно с точки зрения моментов, то есть, они по уголовному движению являются положением равновесия. Иными словами у вас выполнено вот это. Ну, то есть, переход из орбитальной системы, связанную, он постоянно. Это просто решение инфинциального ранения. То есть, вы без траты внешних сил, моментов, стабилизируете аппарат, и он смотрит всегда на Землю. Как и прицессии? Ну, если что, это движение называется прицессией. Потому что, если вы посмотрите, то у вас одна ось всегда смотрит на Землю, и две оси постоянно вращаются. Это, если угодно, это прицессия с углом тетра на нулю. Ну, она, такие положения на оси есть для произвольных аппаратов, то есть, у вас не обязательно он должен быть осимметричным. То есть, такие положения на оси будут всегда. Вот. Но если ваша пара симметричная, то это движение можно осмотреть как прицессия. Ну, вот это вот и будет таким движением. Но это тоже прицессия. У нее просто угловая скорость собственного вращения равняется нулю, например. Ну, вот. Ну, давайте мы начнем с того, что мы найдем положение равновесия. В прицессиях мы поговорим чуть попозже. То есть, давайте вы начнете вот с этого. Ну, как бы вы хотели четвертый балл. Вот четвертый балл. До конца зачетной недели. Ну, четвертого балла. Ну, посмотрим. Вот. Ну, конечно, можете поковырять. Возможно, у вас что-то получится. Хорошо. Давайте вернемся немножко к теме нашего семинара. Какие у вас есть вопросы по ДЗ? Ну, без вопросов так, без вопросов. Поехали дальше. Итак, господа, в прошлый раз мы с вами познакомились с лавранжевым формализмом, да? То есть, эта штука дает вам, ну, скажем так, некоторые алгоритмы построения дифференциальных хронений движения в случае, когда у вас хорошая система, а именно у вас система с идеальными связями, да? Ну, то есть, первым, находим кинетическую энергию, мы находим всякие обращенные силы, ну, точнее, там, нулевой шаг, это мы считаем связи и координаты, связи обращенные координаты, ну, и там, в конце, в принципе, ответ, потому что мы все знаем. Понятное дело, что этот инструмент достаточно универсален, он помогает решать достаточно большое количество задач, в том числе относительно прикладных, ну, и хотелось бы его как-то продолжать расширять. Ну, то есть, с вами в прошлый раз мы познакомились с движением относительно инноциальных систем. Давайте мы с вами теперь посмотрим на движение относительно неинноциальных систем. Как в этом случае будет отрабатывать лаганжевым формализм? Ну, давайте посмотрим на такую вот простую задачку, она у вас была уже в домашнем, когда-то, в первом задании. Омегатэ. Ну, и наша задача написать равнение движения для вот этой вот штуки. Ну, то есть, у вас маятник, вот эта вот длина задана, вот этот вот радиус, вот здесь вот какая-то масса, и все это вращается в вертикальной плоткости, при том, что вот ось вращения, она вращается в какую-то переменную угловую скорость омегатэ. Ну, и здесь еще силы тяжести действуют. Одинарно. То есть, это просто маятник, у которого точка подвеска немножко отнесена от оси вращения. Вот, задача, ну, возникает вопрос, как это задача решать в рамках лаганжевым формализм? Начало связи, хорошо. Ну, сколько у нас степеней свободы по дефолту? Ну, по дефолту две, потому что это материальная точка, мы находимся в плоскости, поэтому у нас две степени свободы. Ну, точка M — это материальная точка. Какие связи мы накладываем на систему? Важно будет, и в угодно выходить. Ну, вот это вот расстояние, это констант. То есть, если мы говорим вот об этой вот штуке, да, то, ну, если мы введем систему конат XY, да, то что у нас? У нас радиус вектор вот этой точки, он будет иметь компоненты A0. Радиус вектор вот этой точки, он будет иметь, соответственно, координаты X и FI. X, Y — 0. А вот эта вот штука, она, по-моему, для равняется L. Вот мы наложили одну связь. Итого у нас было две степени свободы, а одну связь мы наложили. Сколько у нас осталось степени свободы? Ну, R. Да, две степени свободы X и Y. Эта материальная точка, она в плоскости имеет две координаты. Ну, предъеда или больше? Взад не может. То есть, мы считаем, что вот эта плоскость, которая вращается, мы всегда находимся в ней. Ну, то есть здесь я предполагаю, что мы уже в 2D, и здесь я вас не спрашиваю о том, что у нее еще есть компоненты Z равные 0. А если угодно, мы можем статовать из 3D, сказать, что у нее три степени свободы, у нее, помимо этого, есть еще связь Z равная 0. Итого мы все равно придем к одной степени свободы. Хорошо. Одна степень свободы. Что, введем? Идея. Угол FI. Логично. Итого FI — наш обобщенный координат. Ну, хорошо. Что дальше делать? Какие силы действуют на систему? Давайте начнем вот сначала. Это G. Угу. NG — вариации. Их. И… Укрываются. Нет, угреваются, которые у нас нет. Укрываются, здесь надо сказать, что у силы не делятся, что там надо смотреть. Ну, давайте я просто силы нас обозначу. Ну, давайте с вами, прежде чем мы перейдем к подсчету общеных сил, давайте мы с вами определимся, а кинонагет-система какая? Маску на В квадрате имеется В на А на Омега квадрате на А плюс синус И Р. А, R синус Фи, Омега квадрате, так. Ничего не забыли? Нет. Нет. И… Нет. Ну, в общем, у нас как бы… Здесь Омега такая, и он опять такая. Ну, у вас есть… у вас есть Омега вот здесь, у вас есть фисточка, которая отвечает за порт мартинка в плоскости. То, что мы написали здесь, это скорость, которая у нас есть плоскости рисунка, которая связана с тем, что у вас плоскость вращается. При этом мы пишем здесь, что это абсолютная кинетическая энергия. Поэтому вот здесь… Поэтому вот здесь вот у вас еще будет фисточка на R. О нем забывать, пожалуйста, не стоит. Это абсолютная кинетическая энергия. На R, господи. Че… Ну, маятник вот так вот качается. Фи – это его обращенный координат, то есть у него кинетическая энергия, ну, в зависимости от того, как фисточка у вас есть, она разная. Поэтому это абсолютная кинетическая энергия. А теперь вспомните, пожалуйста, лаганжевый формализм. О чем он говорит? Так, сложится, потому что у вас одна компонент в плоскости, а другая из плоскости. Они ортогональны. Ну, если хотите, можем это хватит поделать, но… Окей. В лаганжевом формализме у вас кинетическая энергия была относительно инерциальной системы, так? И это абсолютная кинетическая энергия. А теперь смотрите, в лаганжевом формализме у нас что еще было? Все силы, они тоже в абсолютной системе координат. Какие у вас в инерциальной системе действуют силы? Только вот эти. Сила реакции убьется, потому что мы пользуемся лаганжевым формализмом. Потому что он утверждает, что все силы реакции должны быть идеальными. Но только в этом случае мы можем работать. Поэтому, на самом деле, единственная сила активная, которая действует на нашу точку – это МЖ. Поэтому вот здесь вот мы можем сказать, что обобщенная сила, которая действует на наш… это что? А как мы это получили? Это определение обобщенной сила. Это уже в инерциальной системе или? В инерциальной. Ну, то есть у вас радиус вектор в инерциальной системе берется по фи. Ну вот, теперь… смотрите… у нас drpdphi… у нас как будет направлен? Да. Радиус вектор точки в инерциальной системе. он будет направлен в плоскость и вот так смотрите можно аккуратно это показать то есть что такое радиус вектор в иноциальной системе да то есть вот здесь у нас резко стоит это то же самое что в силу того что здесь стоит позволено по фи да у нас радиус вектор в иноциальной системе связан с радиус вектором в связанной системе одним простым соотношением поворот вокруг оси z вокруг оси y точнее то есть это матрица поворота которая зависит только от омеги и направленной полу второй оси умножить на r в связанной системе поэтому на самом деле когда буду брать производную по фи вот эта матрица у меня не пострадают поэтому я могу спокойно перенести сюда просто спонирование ну потому что склявное произведение это означает что на самом деле вот это вот выражение я могу писать силу того что скаляра могу писать его просто сразу связано системе это это матрица поворота нет от никого симметрическая матрица это именно спал то здесь косинус от интеграла омега дт ну амега дт здесь тоже косинус интеграл от омега дт ну то есть это суммарный угол поворота плоскости который у нас прошел сначала модели надеюсь на что еще будет здесь будет еще синус от того же самым так у нас пара как второй оси поэтому немножко его заблуждение косинус интеграл от омега дт значит здесь будет минус синус интеграл от омега дт и здесь синус здесь единичка вот это наш матч спад вот этот матрица она связывает проекция связанной системе и в инокциально иными словами у вас здесь будет стоять такая вот штука м же на этом от из поворота надо и в связанной системе под эфи ну или что то же самое здесь войска то же самое что а спонирована на м же войска д в сск под эфи ну или то же самое что м же в связанной системе вот поэтому на самом деле для подсчета вот этот обращенный силу нам достаточно просто знать им же в связанной системе и радиус вектора тоже задавать связанной системе но в частности радиус вектор связанной системе в этой сдаче ночь простой до чем он будет равен у нас по иксу сдвиг на а потом по иксу еще плюс r-синус-фи и здесь минус р-косинус-фи но и drpd-фи понятное дело просто вычитается что у нас здесь будет r-косинус-фи r-синус-фи ну а мg понятное дело имеет проекцию только по у это будет у нас минус мг уже по игреку ну поэтому просто перемножаем получаем силу я вам как видите наша сдача решилась очень просто а в иноциальной системе они разве есть отлично а теперь а теперь давайте мы воспользуемся нашему гранжу формализмом для именно не национальной системы второй способ решения задачи то есть первый способ посидеть его на ссылке аккуратненько считаете все обобщенные сил но которые если только у нас салки на силы нас и вы забиваете но не забывайте что у вас кинэнергия именно относительно абсолютной системы а теперь вспомним следующий факт что на самом деле наше уравнение движения относительно подвижной системы а это есть все внешние силы плюс силами поэтому а как же формализм учитывая то что у ранее ваганже мы стартовали всегда с 2 закона глютона их владели он может быть в полной мере применен к нашей не национальной системе ну просто вам нужно еще в обобщенной силы внести силу инерции как стартовал а раньше формализм нам нужно посчитать кинетическую энергию чему организм кинетическую энергию относительно движения да да это в связанности но вон там он же даем жену dfpd фи и все это связано системе но по-хорошему да но в силу того что у нас поворот не зависит от обобщенных координат то в принципе можно считать чего связанной системе ну то есть поворот задается именно как связь поэтому не важно но по-хорошему да все нужно считать и национально и так соответственно мы стартуем с вот этой вот штуки и нам нужно посчитать относительно кинетическую энергию чему относительно кинетическую энергию нас вот такая радиус вектор понятное дело мы все считаем в подвижной системе радиус вектор у нас как обычно а плюс синус фи минус ркосинус фи м же у нас но все так же ничего не поменялось но минус м же и нам нужно посчитать часть силы инерции какие нас здесь его нас будут действовать ну что-то у нас минус омега на омега на радиус вектор и нас описывал на радиус вектор ну там что масса будет помножить нужно чаще забыл я забыл еще кориолюс минус 2 омега на вы относительно это не индекс это умножить на массу просто вот забыл умножить нас если мы говорим о силах то там обязательно должно быть масс ну смотрите омега у нас достаточно простой вектор он имеет компоненты 0 0 0 ну естественно зависит от времени эпсилон ведь компонент но эпсилон что очевидно вы относительно единственно может быть трудность какая-то вы относительно на что будет ну нам нужно просто по финансировать эту штуку по времени причем не задумываясь о том что у вас оси промокладываем они являются функциями время то есть мы просто финансово вот эти вот три штуки она здесь будет на здесь будет р косинус фи источка и все что нам стоит сделать это аккуратненько вот эти вот штуки перемножить давайте это проделаем чем у нас здесь будет ну давайте омега на мега на р у нас что даст просто по времени без счета того что у него боясь ночь как-то вращаются у нас не действует локальная производная поэтому мы дифференцируем постпроекции таком его нам его наверно что даст что-то не подсказывает что что-то вот такого плана 0 минус соминга в квадрате р-класса синус фи 0 наверное я правда ну наверно ну что это еще может быть хорошо в нем в деле давайте нападник от посчитаем ну чтобы не таскать особо кучу обозначения вот так вот сделаем что у нас по первым понятий 0 по треком понятий 0 по 3 у нас будет 0 омега 0 и здесь у нас будет минус омега р-класса 10 нулей но в итоге нас только по первой компоненте да и в поперку понятия не повторя по первым компоненте у нас здесь что будет у нас будет минус 0 омега в квадрате р-класса ну вот это как раз и есть это р-класса ну вот ну да единственное что здесь ну давайте минус 0 омега в квадрате р-класса ну да ну что было видно что по первым понять хорошо с этим с этим мы разобрались что у нас дальше у нас дальше епсилон на р-класс по сути вот здесь тоже посчитали а это будет просто минус епсилон на р-класс чаще омега на вы относительно омега на вы относительно в принципе вы относительно вот здесь у нас написано и на самом деле мы это тоже уже считали поэтому вот здесь вот у нас будет просто давайте напишем это ну что будет 0 0 минус омега на р-класс на сфи-фис точка поэтому это мы тоже посчитали ну теперь все что нам остается сделать это посчитать проекция наших замечательных сил на др по дфи в силу того что у нас одна степень свободы да ну как мы видим вот эта сила и вот эта сила они нам дадут нули потому что др по дфи по третьей компоненте 0 у них только 3 компонент иными словами силы кориолиса и вот эта вот сила связана с ускорением они будут целиком компенсированы силами реакции на самом деле и все что у нас останется это вот этот кусочек теперь смотрите интересный факт вот здесь вот мы с вами получили уравнение вот если мы не посмотрим д по дт дт абсолютно по дку ну по дфи с точкой у нас одна степень свободы минус дт абсолютно по дфи равняется вообще на силу со стороны мж да когда мы посчитали это вторым способом что мы получили мы получили следующее что д по дт вот дт относительного по дфи с точкой минус дт по дфи а это равняется обобщенная сила во первых со стороны мж а во вторых обобщенная сила со стороны силы инерции у вас ничего здесь не напрягает ну то есть дефорта разным получился валю они тоже разные на самом деле если мы окладенько подифференцируем то что мы получили мы получим что вот эти дифференциальные уравнения и вот эти дифференциальные уравнения они уже совпадают таким образом при решении задач на не нациальной системы у вас есть два пути первый путь вы сидите в не нациальной системе и ократненько все считаете все силы показываете силы инерции считаете если вас твердый телат вы по нему интегрируете и тому подобное а второй путь вы продолжаете сидеть в абсолютной системе и тогда у вас в правой части будет только вот такая вот штука только вообще на сил со стороны мж на самом деле интересный факт который здесь наблюдается он заключается в следующем на самом деле какую бы систему мы не взяли ну не нациально имеется ввиду а мы всегда можем получить вот такие вот соотношения да то есть с одной стороны можете здесь в абсолютной системе с другой стороны вот носитель и вот здесь вот наблюдается интересный факт связан со следующим давайте мы из этой системы вычтем вот эту ну это же одна и та же система поэтому я могу это сделать что я получу я получу следующее вот эти силы сократятся ну потом все в сска и здесь и здесь у вас вошел на силу есть одинаково да вы смотрите все силы которые активно действуют на систему то есть внешней силы которые не являются силами инерции они в обязательном порядке сократятся а вот здесь вот у вас будет такая вот штука d по d с точкой t относительно минус т абсолютно а минус d по d фи t относительно минус т абсолютно имеется силами инерции вот если обозначить эту штуку за в то я получу что мои силы инерции они выражаются вот таким вот образом d под акуката с точкой акуката минус dv под акуката это общий результат когда сила представим вот в таком твиле да вот это вот v она в общем случае зависит как от координат так от скоростей так от времени акуката акуката индекс ну то есть здесь мы смотрели конкретную задачку но если вы осматриваете просто задачу общего вида то у вас там такие силы инерции их там несколько штук ну то есть у вас силы инерции они будут иметь проекции на все обобщенные координаты ну в общем случае при этом эта функция v она зависит как от координата времени как обычный потенциал так еще и от ку с точкой вот такая вот штука v она называется обобщенным потенциалом но ну для aware для силы инерции это ты относитминус т абсолют combustibles объобщенный потенциал и на самом деле не только силы инерции является обобщенным потенциальными ну то есть есть mediocre сил который в принципе кто то в том его так моду и тогда система называться вообще но потенциально то есть если у вас все инешние силы которые есть в вашей системе являются весьма потенциальными тогда систему тоже вообщ해 новости почему такой класс системы важно кстати Почему выделяют эту штуку? Потому что если у вас система обобщена потенциально, это означает, что вы можете ее записать опять-таки через Lagrangian. То есть вы одной из кулерных функций описываете целиком всю систему. Только эта функция будет уже t-v. Нет, не связан. Здесь под Lagrangian подземливается функция Lagrangian. Это на прошлом семинаре мы за функцию Lagrangian обозначали t-v. Это когда у вас все равновения движения вместе со всеми силами, которые действуют на систему, если у вас все силы потенциальны, они представимы в виде dpdt, dL под окусточкой, минус dL под округами. У меня это с нулем. Прочее, когда система описывает со всего-навсего одно из кулерных функций, это прикольно. То есть у вас огромная многомерная система, у которой 44 степени свободы. Примерно 20 тела и 20 кулерных точек. И еще 100 связей наложено. И вся эта система во всем своем многообразии, вот этому огромному фазовому пространству, она описывается в силу всего одной из кулерных функций. Вот этим вот Lagrangian. Это прикольно. Ну и в частности, эти идеи потом находят дальнейшее развитие уже в теоретической физике. Ну, там не с Lagrangian работают, там работают с гамильтаньянами, как правило. Но, как мы увидим, в следующем сместре на самом деле Lagrangian и гамильтаньян это в чем-то очень похожее представление движения точки. То есть и то, и то, и это односкалерная функция, которая в целом присутствует всю систему. Иными словами, если вы хотите найти конкретное выражение для силы инерции в связанной системе, да, ну, в этой подвижной системе, все, что для этого вам требуется, это на самом деле посчитать T относительно минус T абсолютно. После этого силы инерции вы автоматически выписываете. То есть, помимо прочего, это путь, как можно посчитать силы инерции, которые будут действовать на вашей системе. Ну, если вам влом их считать в лоб. Ну, вот. В принципе, вполне рабочая стратегия. С этим понятно? Хорошо. Поехали дальше. Назначка в целом та же самая, только у вас здесь диск. Ну, у вас плоскость, по которой может кататься диск. Эта плоскость вертикально закручена. Здесь еще МЖ действует. Ну, это диск, который может вот так вот бегать по вертикальной плоскости. Он там ничем не закреплен. Просто диск. Ну, возможно. Ну, как бы, окей. Наша задача составить уровень движения этой системы. У него, представьте, что это диск, который зажали двумя стенками вот так вот, и поэтому у него действует связь, что он всегда в этой плоскости живет. Поэтому он, вот так вот он не упадет, он будет падать только в плоскости, вот так. Он падет на плоскости. Ну, он всегда будет жить в плоскости. Это, грубо говоря, связь, которая наложена на эту систему. Бинго. А сколько степени свободы этой системы в дух мере? Ну, три степени свободы. Какие-то связи на стену наложено? Ну, нет, это вы из 3D в 2D переходите. Если вы, если мы изначально сидим в 3D, то у этой системы 6 степени свободы. Если мы 6 степени свободы, на нее наложена зад равняется 0, одна связь, еще две связи на угловые переменные. Если угодно, если мы описываем движение с помощью углов Эйлера, то Psi равняется 0, T равняется 0. Так, вот таким образом мы переходим в 2D. В итоге у нас остается 3 степени свободы. Это корената полюса, XY. Ну, то есть это, ну, пустил здесь сначала коренат ходит. А вот С. То есть это ОЦ. Это XY0. И у вас еще ориентацию. То есть у вас есть какое-то выделенное направление, это Е1. А вот, ну, давайте вот угодно направим, это красота. Это Е1. И вот этот вот угол между Е1 и горизонталью, это угол FI. В смысле? Ну, это 3 степени свободы. Ну, все 3 степени свободы мы должны учитывать. Ну, например, я его закрутил в начале момент времени. Ну, я открою мы проветрами, просто если его откроют целиком, то просто дует. Но без кислорода все плохо. Ну, давайте мы сейчас немножко проветрами, потом прикроем. Это обобщенные координаты. Соответственно, у нас были 3 уравнения, которые будут описывать наше движение. То есть у этой системы 6-мерное фазовое пространство. Ну, XY0 вполне себе разумно. Ну, у вас фазовое пространство, это обобщенные координаты, плюс обобщенная скорость. Обобщенные координаты у вас 3, скоростей еще 3. Итого, у вас фазовое пространство 6-мерное. Нет, связи здесь уже нет. Вот, мы задали. Все, у нас 3 степени свободы. Ну, у вас диск при движении по плоскости описывается 3-мя координатами. Ну, да. Ну, нет, связи в этой системе больше нет. Вопрос, как описать уровень движения этой штуки. А, вы попробовали. Ну, по карте, делали. Ну, да. Найти 5-досит кайфу, а 2-досит 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 кайфу. Ну, ты абсолютно у нас чем уравняется? Ну, M, B, C, квадрата, плюс он, бюджет. Ну, только давайте вот здесь я индекс поставлю какой-нибудь, бэс. Ну, нет, абсолютно уголосковый, например, связанная с системой координат. Ну, то есть вот в этом подвижном. Ну, вот, в подвижном системе координат. Ось, ну, стандартно. Сюда X, сюда Y. Оль, B, C, квадрата. А, нет, еще выделится так, еще кто-то здесь там. Еще фисточка. И 100. Да. Да. А скорость центра масла с чем уравняется? Ну, давайте сразу квадраты и напишем. Ну, можно. Абсолютно. Ну, у вас здесь будет, опять-таки, две скорости. Ну, у вас скорость вот такая, которая связана с тем, что у вас плоскость вращается. И у вас скорость в плоскости. Скорость плоскости — это X точка в квадрате плюс X точка в квадрате. А скорость вне плоскости — это у нас что будет? Это будет омегу умножить на X. А через омегу абсолютно плохо выражать, потому что вам нужна именно скорость центра масс. И вот здесь будет омега. Именно та омега, которая угловая скорость вращения вот эта вот штука. Ну, то есть не абсолютно от этого темы. А Тензернафер у нас чему равен? Ну, диагональная матрица на квадрат на ноль, на четыре, наверное. Да. По Y тоже на четыре. Ну, потому что у вас по X это вот такая компонент, по Y вот такая, по Z вот такая. Мы берем относительно центра масса и в той системе координат, в которой нам задано абсолютно омега. Силу того, что эта штука оси-симметричная, нам не важно. Так бы мы процелили все это на все связанные с тем. Ну, потому что Тензернафер выражать через массу направляющих космосов вы не хотите никогда. Это очень долго, очень муторно и способ в восемь раз ошибиться. Это наш Тензернафер. Значит, наша абсолютная кинетическая энергия у нас чему равна? M вот в цв квадрате пополам, то есть вот эта вот штука. M в цв квадрате плюс Y в цв квадрате плюс M в квадрате X в цв квадрате и пополам. Плюс Тензернафер умножить на омега. Что у нас здесь будет? Ну, здесь будет омега в квадрате на 4. Здесь у нас будет омега в квадрате пополам. Пополам я сказал. Плюс. Кровые эффекты, да, очень сложно. Плюс омега в квадрате на 4. Омега в квадрате пополам плюс листочка в квадрате. Это наша абсолютная кинетическая энергия. А можете еще отметить, что так скорость как осуществляется? Вот этот скорость как осуществляется? Что такое скорость точки Цен? Это абсолютная плюс относительная. Относительная скорость, это нос X точка, Y точка. Переносно просто относительная. Это X точка, Y точка. С этим понятно, да? Ну, это скорость относительно вот этого подвижной системы корена. И переносная еще у нас будет что? У нас будет 0, омега 0 на радиус вектор, на XY. Ну, как мы видим, у нее здесь будет 3 компонента, потому что вот эта добавка у нее будет проекция только по третьей оси. 0, 0, омега X. Со знаком минус. Поэтому скорость в квадрате, это X точка в квадрате, Y точка в квадрате и омега в квадрате и X в квадрате. Вот я это здесь написал. Поэтому получилось, что T абсолютно это вот эта вот штука. Ну, и все, что нам остается сделать, это посчитать внешние силы, которые действуют на системе. У нас из внешних сил только Mg. Mg в силу того, что мы работаем в постоянном поле сил тяжести, а не центральном, оно моментов не создает относительно центра массы. Поэтому это будет ноль. Все, что у нас останется, это только воздействие на Y компонент. То есть у нас будет только Qy, который у нас направлен по этому. 0 к такой стороны минус Mg. Ну, это легко показать, потому что у вас радиус вектор центра приложения, короче, он сводится к центру масс, хотя бы формально там нужно было по-хорошему интегрировать, но мы можем это сделать проще. У вас есть просто потенциальная энергия, которая есть в тем же Y. Ну, поэтому Qy, а это есть минус DpdY. Ну, или можно аккуратненько проинтегрировать и показать, что там опять-таки все совпадает. Ну, потому что у вас сила тяжести – это потенциальная сила. С потенциалом MgY. Ну, смотрите, можно с вами в прошлом рассмотреть. У вас вовшенная сила – это есть сумма по всем точкам системы. Fkata, drkata по dkuit. Вместо, ну, давайте я здесь сумму уберу и индексы тоже. То есть пусть у нас в одной точке приложено, а это дело, что она обращается очень легко. А пусть у вас сила – это… Обычная сила, у вас есть kata потенциальная энергия – это минус DpdR. Мы с вами это радио сделали в прошлый раз. Да, да. Поэтому у вас kata – это есть минус Dpdkuita. Единственное, что вам нужно сделать, вам нужно P перейти от его представления в зависимости радиус-вектора и времени, вам нужно перейти к нему как потенциальная энергия, которая зависит от вовшенных коленатов времени. Ну, прежде чем считать частно-позводным. Ну, у нас вовшенный коленат – это Y. Вот у нас же Y. Ну, вот. Хорошо. Ну, то есть уровень движения мы, в принципе, выписали. Ну, второй путь, как я уже говорил, вы садитесь в подвижную систему коленат, относительно нее все считаете, но у вас там возникает сила ненадца, которую вам нужно проинтегрировать. Ну, как видите, интегрировать в общем-то силу задачка немножко не эта, не благодарна. Вот. Ну, то есть интегрировать все вот эти вот выражения, всякие кориолисы и тому подобное, но вы этим занимались, в принципе, уже. Когда мы рассматривали динамику этого тела, у вас там были всякие диски, катящиеся по плоскостям вращающимся. Вот. И вам там интегрировать так или иначе приходилось. Он по-моему не очень понравился. Хорошо. С этим понятно? Отлично. Ну, давайте с вами теперь посмотрим немножко вещей, которые уже связаны с, грубо говоря, исследованием уровней лограммчиков. Помните, мы с вами обсуждали такую тему, как закон о сохранении первого интеграла. И показывали, что наличие первого интеграла в системе иногда нам очень сильно помогает. Ну, потому что оно позволяет нам давать некоторый инсайт о том, как выглядит вообще наша система, какие у нас будут движения. С логранжевыми системами в силу формализма нам иногда на халяву дается найти такие первые интегралы. Ну, пусть наша система логранжевая, да? Ну, то есть, иными словами, у вас существует функция логранжевая, которая целиком ее описывает. То есть, нам не нужно считать обращенные силы. Все обращенные силы, они запихнулись в функцию логранжевая. То есть, они являются, по крайней мере, обращенные потенциальными. А тогда наше уровень движения выглядит таким вот образом. D по DT, он DL по DQC с точкой, минус DL по DQC. Это у нее цена 0. Теперь смотрите, пусть наша функция логранжевая, да, ну, то есть у нее там есть несколько перемен, в которых она зависит, и пусть у нее частная производная по какой-то переменной, по DQJ, какой-то конкретной житой переменной. У нее цена 0. Иными словами, ваша функция логранжа не зависит от какой-то переменной. Такая переменная будет называться циклической. И смотрите, что отсюда сразу следует? Иными словами, мы иногда можем находить первую интеграмму на халяву. Ну, в частности, ну, причем проверка того, что в системе есть такой первый интеграл, она вообще элементарная, может даже быть автоматизирована. Ну, то есть вы просто написали функцию логранжа, ну, то есть считаете там как-то символенным тулбоксом какую-нибудь киноэнергию или еще что-нибудь, и потом просто проверяете, походите по всем переменам, ищите частную производную. Если какая-то частная производная х 0, то вы нашли первый интеграл в системе. Вы нашли первый интеграл в системе, у вас появилась какая-то новая информация, которую, возможно, вы сможете там путем аналитических выкладок привести к чему-то. Либо, по крайней мере, у вас появился какой-то инструмент проверки того, что код, который вы написали, который реализует эту систему, что он хоть сколько-нибудь изготователь. Ну, давайте посмотрим на что-нибудь простенькое. Давайте вспомним нашу сдачу двух тел. Да? Ну, то есть напомню, у вас там был притягивающий центр, и радиус вектор точки задавался через полярный координат. Да? То есть у вас двухменная система, у вас общенную координаты r и phi. Кинетическая энергия в этом фейше, она очень простая. Это масса пополам на r с точкой в квадрате плюс r с точкой тоже в квадрате. Это кинетическая энергия, и потенциальная энергия это минус mu на r. Ну, если мы говорим о поле силотяжести. Минус mu m на r только. Вот так. Ну, в результате мы получаем, что наше уравнение движения, наша функция Лагранжа, она есть просто m, здесь у нас r с точкой в квадрате плюс r в квадрате, phi с точкой в квадрате пополам, минус mu на r. Как мы видим, наша функция Лагранжа не зависит от phi. Отсюда мы сразу можем сделать вывод о том, что у вас dL под f с точкой это констант. Ну, если мы обратно пройдем эту штуку, то мы увидим, что dL под f с точкой, это есть r в квадрате на f с точкой. Ну, на массу еще. Ну, и как мы помним, это и есть наш интеграл площадей. То есть мы с вами показывали, независимо путем анализа дифференциальных вольных движений, что вот это и есть константа, наш интеграл площадей. Он же приведен на кинмамин. Вот. А Лагранжу по мализму позволяет это делать быстрее. А вот. Так. Что еще интересно по Лагранжу нам сказать? Потому что кто-то плюс потерял. А вот. Да, здесь, естественно, должен быть плюс. Вот. Ну, то есть, как видите, иногда Лагранжуан позволяет на халяву скопировать интеграл. Ну, соответственно, понятие циклических координат вам еще пригодится. То есть с ним, во-первых, оно есть у вас в программе, во-вторых, оно есть у вас в задании, там одна задача, и еще мы с циклическими координатами будем очень часто встречаться в агументарной механике. Вот. В агументарной механике. Ну, это в следующем сместве. Вот во втором задании. Ну, не, поверьте, агументарная механика вам понравится, она абсолютно бессмысленна и беспощадна. В смысле, что у вас есть алгоритмы, вы делаете по нему. И все задачки нам решаются, либо вы знаете алгоритмы, вы тогда ее решаете, либо не знаете. Ну, вам придется его выучить. У вас не будет выбор. Ну, иначе на три сдача падать. Кто тебе просто? Ну, сейчас не знаете, но потом узнаем. Вот. Ну, на самом деле, что Lagrange, что агументарная механика, все задачки там, они очень алгоритмичны. То есть... Зачем придумать этот формализм? Ну, потому что, например, нам интересно, почему конечная система выглядит так, как она есть сейчас. Такого вы не считаете? Нет, просто такой формализм. Ну, это лоранжоформализм. Мы будем говорить еще о гументарном формализме. И оказывается, что матопрад гументарной механики, он очень хорошо приспособлен для того, чтобы работать с задачами с малыми возмущениями. Ну, то есть, смотрите, пока мы живем в рамках задачи двух тел, у нас все хорошо, мы знаем решение. Да? Ну, то есть, вот там вот Lagrange, агументарная, написан, мы можем его аккуратненько проинтегрировать и получить наше выражение, где у вас там длина, расстояние между телами, это PN1, то есть, я кучу нас в фильме, да? Пока вы работаете с планетой и Солнцем, все замечательно. Однако у нас в Солнечной системе есть куча других планет. У нас есть всякие Юпитера, Сатурна, которые на самом деле точно так же вот там вот в уравнении движения они будут давать свой вклад. Этот вклад очень маленький по сравнению с Солнцем, но он есть. И возникает вопрос, а насколько хорошо эта штука будет, насколько хорошо наше приближение вот с задачей двух тел будет работать в Солнечной системе? Почему не происходит такого, что под действием Сатурна Землю не уносят куда-нибудь на границы Солнечной системы? Почему это у них произошло за последние много-много лет? И оказывается, что парад гомонитурной механики очень хорошо приспособлен для вот таких вот задач, которые, с одной стороны, они близки к тем задачам, на которые мы знаем ответ, то есть, они близки к интегрированным задачам, да, то есть, ну, сдачи двух тел, например. А с другой стороны, у них есть маленькая добавка, которая портит явное решение, мы уже не можем его построить. И оказывается, что в гомонитурной механике там есть специальный набор инструментов, которые позволяют это делать. Плюс аппарат лаганжевой механики и особенно основной уровней динамики, о котором мы писали, да, то есть, вот это вот оказывается, что вот этот аппарат, он оказывается очень универсальным при выводе до практически любых уровней недвижения со связью. Ну, то есть, помните, я вам говорил, что вы можете взять этот принцип, взять там большой космический аппарат, у которого панелька делают вот так, написать 16 страниц формул, получить уровень недвижения. Я не шутил, если что. Вот. Как бы, более того, я этим занимался. И там, по-моему, было не 16, все-таки 20 страниц. Ну, неважно. Ну, то есть, просто там 20 страниц интегралов, которые вы берете, считаете и получаете уровень недвижения. Можно пытаться, но проблема в том, что пакеты по автоматизации, которые у вас будут, они, скорее всего, выдадут вам ответ, который будет, ну, посчитан, но будет представлять собой по сути те же 20 страниц интегралов. Как с ними работать, не очень понятно. Мот-пакеты, к сожалению, не очень хорошо умеют в оптимизовании. Мот-пакеты, с другой стороны, хорошо оптимизированы, ну, точнее так, там сделаны над ними настройки, которые позволяют работать с гуманитурной механикой. И в частности, пользоваться теми инструментами, которые она предлагает. Ну, то есть, в гуманитурной механике, в теории возмущений, там есть такое понятие, как производящие функции, близкие к тождественным, короче, там символные вычислители помогают. Здесь не очень. Вот. Плюс, опять-таки, на самом деле, Лагранжев-гумантонов формализм это все тяга математиков к тому, чтобы отдавать ему формализуем систему. Плюс, как показала практика, в теоретической физике, вот этот вот подход с тем, что вся ваша система описывается одной скалярной функцией, он дал очень много результатов. Там, конечно, в основном гумантонов формализм используется, не Лагранжев, но тем не менее. Плюс, можно много всяких интересных штук еще попытаться находить. Вот. Ну, вообще, на мой взгляд, это по крайней мере прикольно. Вот. Ну и плюс имеет какую-то практическую значимость. То есть, как это, без всего этого формализма не было бы сейчас космической отрасли и не было бы половины наших технологий, если не больше. Плюс, развитие, ну, механика, она в свое время была локомотивом развития математики. Ну, потому что для постоянных дифференциальных понятий движения вам из пера, ну, помимо того, что Ньютон предложил дифференциальное исчисление, вам нужно его еще как-то исследовать. Нужно понять, что такое сдача каши, вам нужно понять происходимости, вам нужно понять, что вот у вас есть дефор, вы раскладываете там решение в ряд, пытаетесь находить его в виде приближений, у вас возникает происходимость и все вот это. Механика дала огромный толщок развития математики. Вот, и она же была основным двигателем, да и сейчас является. Ну, то есть теорфиз можно рассматривать как некое продолжение вот всех вот этих вот подходов. А куча математических результатов сейчас получается именно в теорфизе. Я бы так не сказал. На мой взгляд, ну, мне больше всего заходит то, что это красивая математическая теория, в которой вы берете аксиоматику Ньютона и ввозите гометаловую механику. Просто, ну, как бы, напрягаюсь в некоторых местах, но, тем не менее, это можно сделать там за, там, несколько недель, если вот совсем глубоко упороться. Конечно, придется подтаскивать иногда из математического вещи, которые я просто знаю, типа, вот теорема. Почему? Потому что математики доказали. Вот, но, тем не менее, как бы, за, там, еще одну неделю можно выстегнуть на механику целиком. Это прикольно, это строго, ну, как бы, в отличие от техники, которые вам считаются, вот, там, на первом курсе в рамках курса механики, там, почему-то, очень много нестрогости, которые я не понимаю, почему они там есть, когда это можно рассказывать очень строго. Так, чтобы было понятно, что, ну, да, вот я вижу логические переходы, а не, ну, я посмотрел правым глазом под лучами солнца и увидел. Вот, этого я никогда не понимал и физика в него никогда не заходил. Вот, механик в этом смысле гораздо строже и вся логика, она видна. Вот. Ну, примерно так.